МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Сегодня в Гомеле пройдут урочистые мероприемства, которые присвечены Дню милиции. Шебневый завод на базе Глушковицкого родовища будет побудованы до 2019 года. По весновому теплые оленя устойливые на двор, я чакается на этом тыдне. Турнир по сучасным боям на мячах у першыню пройшел в Гомеле. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Сегодня в Гомеле пройдут урочистые мероприемства, присвеченные Дню милиции. Эта служба в нашей стране селит, означает 100 годы с дня заснования. Программа мероприемства открылась устреча керауниста областной структуры с семьей милиционеров, загинувших при выконании службового долгу. У память об героях службы ускладут кветки до памятного знака, каля управления внутренних справ. Затым действо переместится у Петропавловский собор, где отбудется панихида. Деючих супрацовников и ветеранов службы у 16-ти годзин сберет урочистый сход у громадско-культурным центры. Там проставят сучасные техничные макшимысти Гомельской милиции. Лепшим супрацовникам урушать медали, гоноровые грамоты и подяки. Я хочу поздравить этой большой круглой датой, высказать огромные слова благодарности нашим ветеранам, сотрудникам, которые обеспечивают и сегодня несение службы, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, достижения тех результатов, покоя, благополучия в семье и спокойствия на нашей белорусской земле. Шебневый завод на базе Глушковецкого родовища Будавничего каменю будет побудованы до 2019 года. Об этом поведоми у министр природных ресурсов и аховы новокольного осяродя Андрей Каухута. Отповедный инвестиционный договор был подписан в минулом году. Проект будет реализованы суместно с Солигорским институтом проблем и ресурсосбережения с опытной вытворчастью. По прогнозам инвестора, плануемый объем с добычей и реализацией каменю складе не меньше, как 800 тысяч тонн в год. Больше 15 тысяч жихоров в области вызволены адуплаты сбору на финансование державных выдатков податковыми органами и еще полторы тысячи рабочими группами, створенными при выконкамах. И они протягивают разглядать заявы от грамадзян. Как ведется ответная работа в районах, доведалась Ганна Ковалева. Жихар Жлобин и Юра Сеноженский опынулся у лику тех, кто знайшел у паштовой скрыне поведомление об необходимости оплатить сбор по декретию номер 3. Адлик беспрационного стажу почался с того момента, как молодой человек пришел из армии. После оператива устал выбор профессии и час, который потребился на самовызначение. Пошел к прационному месту и профессионному стажировку перекрыл необходимые 183 дней. Я обратился в налоговую службу и направили меня в райисполком. Я собрал документы, я устраивался, проходил комиссию. Все собранные документы рассмотрели и приняли решение освободить меня от сбора. Подобные истории еще у 68-ми же Хароуш-Жлобинского района. Миновито стольких человек вызвалили от выплаты сбора в связи с тяжкой житевой ситуацией. Это амалькожный другой человек, который вернулся с ответственной заявой. Проблемы со здоровьем, смена места работы – наибольшие распространенные причины, с которыми свертаются люди. Про все нюансы нам рассказали в Жлобинском районе Канкабе. Соправды про поступление на работу, многим требует проходить профессийные психологичные тесты и прационные стажировки. Отбор субрационников идей вельмедбайный, и в некоторых ситуациях на это сходит шмат часу. Коли человек документально подтвердил, что проходил процесс працевладкования, его вызволяют от выплаты сбору. Каждое заявление рассматривается индивидуально. Заявление граждан, проживающих на селе, рассматривается с участием председателей сельских исполнительных комитетов для пояснения вопросов, возникающих во время рассмотрения заявлений. Также практикуем привлечение председателей ЖСПК и КИЗов для более глубокого изучения ситуации в семье при рассмотрении заявления гражданина. Рабочая группа Жлобинского райвыконкамах – это 11 человек. Представники социальной обороны, оховы здоровья, жилево-коммунальные господарки, адекваты, милиции, инспекции по податках и сборах. Заявы про мая служба «Одно в окно» с 8 ранницы до 5 вечера. Працует служба и в субботу с 9 до 12 годин. А кроме того, в любой день, тыдня можно свернуться за консультацией на прямую линию. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель», Жлобинский район. На реках Гомельской области пачался уздым воды. И хоть об затоплении населенных пунктов ясши не поведомляется, на некоторых водоемах до небеспешного узровню застояться усяго некальки десятков сантиметров. Як в регионе рыхтуются до поводки, доведаўся Олег Сенсюров. Опошний раз поводка на Гомельшине была в 2013-м, причем, ведьма, масштабная. Зато и потом, на протягу трёх годов, земля необходной великоти практически не отрымливала. Справа дошла до того, что у широку районов, у колодежах, не засталося воды. Сказать, что сегодня эта поводка будет масштабной, поколь нема ніяких подстав, але у тым, что на большинстве рек вода выйдя на пойму, гидрологи упыўнены. В бассейнах рек Днепра, Сажа, Березины отмечается рост уровней воды. Он значительный уже от пяти сантиметров и до восемнадцати. На реках бассейна Припяти и её притоках рост уровней воды незначительный, от одного до пяти сантиметров. Могут быть заторные явления в связи с тем, что река вскрывается, то тогда уровни достигают и шестьдесят, и семьдесят сантиметров. Это при заторных уровнях. Если резко тепло, но всё это тает, идёт ли доход, и где-то на поворотах рек и у мостов появляются заторы. Жахары, размещанных на берегах водоёма у ёсок, на максимальной поводке относятся навод с радостью. У речи можно будет сподеваться на добрый ураджай. Бодай, самая актуальная проблема перед початком поводки – заховывание населенцем, правил обеспеки на водоёмах. Неогледите на сматлике попереджения свода, колькость рыбаков на всё больше тонким лёде практически не изменьшается. А штрафовать их по законодавству нега, а целомачальная размова эффекты, как правило, не приносит. Подтопление ещё не почалось, али водоёмы уже уявляют реальную небеспеку. Вода подмывае лёд, який становица рыхлым. Ось тут ёго тавчыня можа быть 30 сантиметров, а зусім побыч усяго 5. Шанс на вартованне, заразумела, ёсь зашёды, але цей ёсь сэнс рызыковаць. До сё летней поводки рыхтуются и вартовальники. Причём до узды му воды яны относятся навык к становшим. По-перше, у речи заполнится супротивпожарные водоёмы, а по-друге, ёсь верогодность, что сё лета не будет значных пожаров на торфяниках. Что-то, если ца непосредственно вартовальных операций, то отповедные тренировки проводятся регулярно. А проблем с наявностью спецсородку на Гомичине нема уже некольких годов. Поводка, кажусь, не цунами, да и ей можно подрыхтоваться и оказать допомогу усім, кто будет иметь уёй потребу. У нас созданы в области три сводных отряда. Один областной, один на базе Петрикова и Житкович, которые более подвержены подтоплению района. Техника готова, проверены сводные отряды, личный состав готов. В общем, мы готовы спасать, скажем так, отвозить на сухие территории и животных, и людей. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомик. По весновому тёплый оленя устойливая на двор, я чакается на гэтым тыдни. Як поведомили областным гидрометцентры, сёння будзе переважно без опадков. У ночных годзины чакается слабый туман, на особных участках дорог захаваеца гололёдзица. Температура поветра у ночи складзе от нуля до плюс 4 градусов. У день поветра прогреется до 10 градусов тепла. У Сираду, в особных районах, пройдут краткочасовые дожжи. Будет до 6 градусов тепла у ночи и до 12-ти у день. А падки Макчимы так само учат с верой пятницу. А на выходных чакается тёплая и сухая на дворе. Некольки десятков новоценных распроцовок проставили на минулых выходных у Гомельским техничным университете имя Сухога. Там пройшёл фестиваль молодёжной навуки. Накольки цікавыми оказались работы починающих вынаходников, доведались наши корреспонденты. Лекции и майстер-классы специалистов IT-сферы, а головная выстава навуковых и новоценных распроцовок. Их авторы – студенты ГДТУ имя Сухога, Белдута и наученцы областного центра техничной творчести детей и молодёй. Усе экспонаты выник праца опошних троих годов. До приклада студенты университета имя Сухога представили больше за 20 распроцовок. Гэта станция сортовання. Прилада може вызначать предметы по колеры, материале и сортовать по группах. Стоят определённые датчики, например, инфракрасные. Инфракрасные различают цвет. То есть у нас есть, например, чёрный цвет. Датчик сканирует, после чего деталь идёт по конвейеру и она распределяется в своём месте. Программа фестивалю познайомила наведывальников с методами проектования, технологиями 3D-друку, с досягнением робототехники и с творением веб-сайтов. Настолько широко тему представили у першиню. Метовая аудитория, молодь, особенно школьники. Ожидаем вызвать интерес у детей непосредственно к физико-математическому направлению знаний, передоведческим знаниям и сотрудничеству со школами более плотного в рамках шестого учебного дня. Профориентации занятыць – головные меты фестивалю. Школьникам пропоновали широкую гуртку, одеяние смогут увасаблять уже свои идеи и в будущем ахчима. Стануть студентами одной из представленных тут ВНУ. Ганна Ковалева, Марина Джала, Валерия Гапанько, телеродокомпания «Гомель». Середнявечные бои на мячах у 21-м стагодзе. У Гомеля у першиню пройшел турнир по гэтым боевым мастацтве. Аматоров гисторичной реконструкции собрал Палац культуры фестивальны. Подробязности – в наступном сюжете. У таких доспехах ходили русские волты и европейские рыцары у 13-м-15 стагодзе. Гисторичные выбразы бирожливо заховывают и наводь промираются на себе члены клуба гисторичной реконструкции. Самые смелые из них одважилися проверить свое майстерство Волода Немячом на першем у гистории Гомельшина турниры. И он собрал коля 10-ти удельников. Мой доспех представляет средневекового рыцаря русских земель конца 13-го, начала 14-го века. Это клепанопришивная чешуя, собранная на коже из металлических пластин. Далее, когда бы подобным убором пришлось и саправды смагаться в бои, и он смог бы оборонить своего владельника от серьезных раненев. Удельники турниру постарались максимально наблизиться до историчной правды. Один, что выдают, это сброя. Тут она тренировочная. А вот эмоции, глядача, неподробные. Им так само пропоновали примерить доспехи и выясненный импровизованный рынок. С роду дельников, первого на гомешине турниру, были наводь две девочины. Признаются, для них это как интеллектуальный вид спорта, где можно доведаться шмать цикавых из истории. Занимаясь спортом, ну, все не мое было. А как бы позвал друг, делал случай. Ну, очень понравилось затянуть, как бы это вошло уже привычкой, как бы стала частью жизни. Нервничаю, как и все, потому что первый раз как бы турнир у меня. Адреналин, вот это, когда ты выходишь на сцену и начинаешь драться, это, ну, интересно. Тут створили усе умовы для ознайомления из истории. И мини-макеты средневечных доспехов германской и итальянской вытворности 15-го стагодия. А так само стенды по кожным с костюмом с цикавыми фактами. Организаторы кажут, сегодня Гомельшина самая слабая у средневечной реконструкции. В областном центре усяго пять клубов от поведной тематики. Однако этот турнир – первый крок на шляху до развития руху. В праздникаторый час авторы идеи плануют вывести с поборництвы на областный узровень. Ганна Ковалева, Максим Сайвен, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель». Великим концертом у Палацы культуры Чигунышника у 30-ти годовый юбилей отзначил Духовый оркестр Гомеля. А далек своей истории он в Одессе 87-го года, коли отримал статус профессийного. Зараз оркестр является одним из коллективов в составе державной установы Гомельские городские оркестры. Выконывая классичную эстрадно-духовую музыку. У репертуары – творы белорусских композиторов, сусветные хиты минулых годов и сучастных авторов. Его концертные программы близкие не только для подрыхтованного слухача, а и для молодежной и навык детячей аудитории. Творча коллектива сопрацовничая с дирижерами близкого и далекого замерзжа. У святочный вечер артысты выконали свои лепшие номеры. В нашу золотую коллекцию вошли такие произведения, как «Ноктюрн», «Бабаджаняна», «Любовь настала», «Джазовое произведение», «Очень красивые» есть инструментальные произведения, в том числе написанные и нашими музыкантами. Принимают участие три профессиональных танцевальных коллектива. Замечательные наши музыканты, а также солисты и приглашенные артисты. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tsvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин